Кукла Десятиручка Такого дара была особая причина. Женщина, привыкшая трудиться и стараться, совсем выбилась из сил и перестала все успевать. Дав волю слезам, она высказалась вслух о своих трудностях. Так ее и услышала Макош. Жалевшись, богиня подарила труженице еще одну пару рук. Но это не улучшило положение вещей. Четыре руки женщину тоже не спасли. Дошло до того, что женщина превратилась в десятирукую, но по-прежнему ничего не успевала. Терпение великой ткачихи подошло к концу, поэтому она забрала назад все лишние руки, оставив на память талисман с десятью руками. С тех пор эти маленькие десятирукие помощницы следят, чтобы хозяйка дома все успевала. Десятиручка – это кукла-оберег, которую делали именно в качестве помощницы женщинам. Маленьким девочкам она была ни к чему. А вот юным хозяюшкам талисман помогал успевать делать все дела. Изготавливали такую помощницу по особому поводу, на торжество или просто так, по надобности. Известно, что славяне дарили десятиручку молодым девушкам, собирающимся вступить в брак. Соломенная фигурка помогала им справиться с предсвадебными хлопотами. Став невестой, девушка также могла получить многорукую фигурку в подарок от родственников. Считалось, что этот нехитрый оберег поможет невесте прижиться в новом доме, все успевать по хозяйству, оставаться жизнерадостной и полной сил. Нередко десятиручку подносили и зрелым женщинам, или же они делали ее своими руками. Даже при наличии опыта в бытовых и семейных делах, женщина могла утомиться от повседневных забот и тогда все улаживала маленькая помощница Макоши. Десятиручка влияет на самочувствие, отгоняет усталость и придает энергии, а благодаря этому любое дело, за которое берется хозяйка, доводится до конца. Изготавливали такую помощницу по особому поводу, на торжество или просто так, по надобности. Известно, что славяне дарили десятиручку молодым девушкам, собирающимся вступить в брак. Соломенная фигурка помогала им справиться с предсвадебными хлопотами. Став невестой, девушка также могла получить многорукую фигурку в подарок от родственников. Считалось, что этот нехитрый оберег поможет невесте прижиться в новом доме, все успевать по хозяйству, оставаться жизнерадостной и полной сил. Нередко десятиручку подносили и зрелым женщинам, или же они делали ее своими руками. Даже при наличии опыта в бытовых и семейных делах, женщина могла утомиться от повседневных забот и тогда все улаживала маленькая помощница Макоши. Десятиручка влияет на самочувствие, отгоняет усталость и придает энергии, а благодаря этому любое дело, за которое берется хозяйка, доводится до конца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok